В этот прекрасный день мы имеем особую возможность сосредоточиться на те видимые знаки, которые напоминают нам о страдании Иисуса Христа и напоминают нам цену нашего спасения. И когда мы говорим о спасении, оно настолько многогранное, и со всех сторон нужно подходить, что невозможно просто одним словом объяснить спасение. Мы понимаем, что есть разные аспекты, как оправдание, есть и примирение, есть искупление, прощение, есть освящение, умилостивление. Все эти части, они сходятся, чтобы нам показать одну картину, как дорого наше спасение для нас, и что Господь сделал для нас. Но есть вот это слово «примирение», которое очень важно для нас, которое говорит о том, как Господь поменял нас от состояния врага к состоянию друга, к Богу. Бог изменил нас от этого страшного состояния, когда мы были во вражде с Богом, и Он называет нас другом. И об этом я хотел сегодня порассуждать вместе с вами. Важность примирения с Богом. Колоссианам, 1 глава, 20 стих по 23. Давайте, откройте со мной Библию, у кого есть, и мы прочитаем эти четыре стиха, которые очень глубокие смыслом, но мы и так посмотрим на самое основное, что здесь Господь нам говорит через апостола Павла. Колоссианам, 1 глава, 20 стих. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. «Если только пребываете твердой и непоколебимой в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари небесной, поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». На эти стихи я хотел обратить внимание вместе с вами. Когда мы говорим о примирении, это всегда подразумевает, что есть отношения между двумя человеками или две группы людей, которые нуждаются в какое-то примирение, нуждаются решить конфликт какой-то. И вот мы для того, чтобы посмотреть на вот эту проблему, которую человечество имело, мы знаем, что мы были в конфликте с Богом, потому что Господь не мог с нами иметь вот это близкое, дружеское отношение, когда мы жили во грехах, как мы прочитали, что все наше расположение в сердце было к злым делам. Господь должен был что-то сделать. Я об этом хотел порассуждать, о важности примирения с Богом. Хотел предложить нам три коротких мысли на эту тему, и мы будем молиться. Первое, я хотел предложить вам, и мне тоже, это значение примирения. Значение примирения. Давайте посмотрим на само слово, потому что, может, не все понимают это слово. И я знаю, дети, может быть, им легче слышать слово reconcile или reconciliation. И даже по-английски это не так легко и понять, что это действительно значит. Знаете, быть примиренным, это значит, что должна быть заплачена цена. Цена кем-то, кто хочет решить этот конфликт. Знаете, самое простое понятие примирения – это когда происходит перемена или обмена чего-то. Ну, как мы идем в магазин, мы имеем деньги, мы приносим их в магазин, и мы берем какой-то продукт или какое-то служение нам дают, чем-то нам послужат. Мы понимаем, что какой-то есть обмен. Или когда мы едем в другую страну, мы должны обменять деньги, чтобы могли купить в той стране деньгами, которые будут приниматься. Знаете, иногда люди в последнее время, вот, может, кто-то заметил, что люди, особенно в больших городах, вот, заходят в магазины и берут в себе все, что хотят, и не заплатя деньги за это. Они просто берут, и их никто не останавливает, потому что настолько деградировалось наше общество, что люди входят и берут, что им нужно, и даже спасибо не говорят, они выходят оттуда с тем, что им понравилось. Это мы понимаем, что когда человек этот уходит в магазин, он не примирился с господином этого магазина или начальником, потому что он не дал должное. Иногда происходит конфликт между мужем и женой, и должно произойти примирение. Об этом Павел тоже пишет, чтобы жены примирились со своими мужьями. Или иногда Иисус, помните, на горной проповеди он сказал, что если вдруг брат с братом имеет какую-то тяжбу, то пусть составит даже какую-то жертву, и придет, какое слово он использовал, помните? Примиритесь, примириться пусть с братом, и потом совершит свое служение. Интересно, вот, когда мы говорим об этом слове, которое мы здесь прочитали в 20 стихе, здесь апостол Павел использует слово «примирение», но если мы посмотрим в оригинале, это не просто как обычное примирение между двумя человеками или какой-то группой людей. Здесь апостол Павел прибавляет слово, как бы приставку к этому слову, которая усиливает этого значения гораздо больше, чем в отношениях просто с людьми. Вот, я думаю, все мы знаем слово такое «цунами», да? Это огромная волна, и в любом смысле она очень страшная. Но если добавить к этому слову «мега-цунами», то усилий этого гораздо больше, чем вы даже можете представить, это уже что-то огромное. И так же сам апостол Павел здесь говорит каким-то прообразно, он говорит «мега-умилостивление», вернее, он это говорит настолько важно, это самое важное служение, которое может произойти в жизни человека, как transaction, самый важный обмен, который может произойти в жизни человека. И тогда вопрос задается, почему Бог не мог просто словом изменить вот это наше отношение от того, что мы были врагом, теперь примирить нас? Почему это нужно было столько много страданий со стороны Иисуса Христа? Почему Он не мог просто сказать слово, как Он сделал в творении, да будет свет? Потому что Бог, Он справедливый, и Он не может пойти против Своей святости. И мы знаем, что без пролития крови не бывает прощения грехов. И Бог должен был послать Сына Своего, чтобы Он претерпел это страшное мучение за нас. И когда мы говорим о примирении, это всегда идет инициатива со стороны Божией. Здесь нет как бы участия наше в самом процессе. Господь все сделал для нас, мы только должны верою принять. И мы здесь видим, что Господь все сделал для нас. Он сделал, и Он приглашает нас только верою принять. И тогда вопрос может кто-то задать, ну почему я не могу сам что-то сделать со своей стороны, чтобы примириться с Богом? И мы уже прочитали этот ответ, это в 21 стихе. Почему? Потому что мы были отчуждены, мы были врагами, и наше сердце было наполнено злыми делами. Как некоторые люди говорят, ну если мои хорошие дела перевесят злые дела, то я буду спасен. Но здесь совершенно об этом ничего не говорит. Апостол Павел говорит, что все люди имеют только одно расположение, это к злым делам, пока Господь не вмешается в нашу жизнь. Потому что мы полюбили Бога, потому что Он прежде полюбил нас, не потому что мы такие были хорошие. И мы ничего не можем предложить Богу, кроме, как Исаия говорит, запачканной одежды, это грязная тряпка, которая никому не нужна. Это все, что мы можем предложить Богу. И поэтому должен быть обмен. И об этом обмене мы порассуждаем в следующей мысли. Первое, мы поговорили о значении примирения. Второе, давайте посмотрим на достижение примирения. Как это все-таки произошло? Как оно достигло своей цели? Это мы видим в 20 и 22 стихах, где апостол Павел говорит, примирить с собой, умиротворив через Него кровью креста Его. Через Него это Иисуса Христа. И дальше он говорит, ныне примирить в теле плоти Его смертью Его. Вот это то, что мы сейчас вспоминаем, как раз это было то, как Господь достиг своей цели в примирении. Примирение могло произойти только через кровь Иисуса Христа. Знаете, до нашего примирения со Христом, с Богом через Христа, мы были врагами, как я уже говорил. И единственным способом, как можно было изменить этот статус, это когда умер за нас кто-то, тот, кто был неповинный. И сделать теперь, называть нас друзьями. И это значит, что если бы Бог этого не сделал, то у нас была бы только одна участь. Это та же самая участь, которую Господь предлагает дьяволу и его ангелов. У них нету возможности получить спасение. Они погибнут, и это уже однозначно, только ждется это время, когда все-таки это исполнится. Но Господь предлагает нам спасение сегодня. Постол Павел еще раз говорит в послании к римлянам подобные слова. Я хотел, чтобы мы высветили этот текст, это римлянам 5.10. Тоже используется слово вот это «вражда» и «примирение». И добавляется очень интересная мысль здесь в конце этого стиха. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот этот стих, он показывает нам картину, что примирение – это не просто какой-то один этап в нашей жизни, который раз я покаялся, и все уже достаточно. Здесь апостол Павел говорит, что мы еще должны спастись жизнью Его, то есть жить. То есть Христос спас нас своей смертью, мы примирились, но теперь живи Его жизнью. И это процесс освящения, процесс всей нашей жизни. И поэтому вот эта песня, которую мы пропели в начале, «Если вдруг я начну забывать, то веди в меня снова голгоф», и поэтому у нас есть эта возможность вновь вспомнить цену нашего спасения. Братья и сестры, Иисус умер на кресте, чтобы взять наше проклятие на Себя, отдать нам нашу праведность. И вот вы помните, как Христос умер на кресте, Он умер с простертыми руками. Это значит, Он призывает всех нас и приглашает, чтобы каждый человек мог получить это примирение, которое только возможно в Иисусе Христе. Знаете, римляны могли бы Его распять как бы другим путем, может, руки взади головы или как-то, но Он умер в таком положении, потому что Он приглашает сегодня всех прийти и стать участниками этого примирения, которое возможно только через веру в Иисуса Христа. И последняя мысль, которую я хотел предложить нам, это действие примирения. Действие, что должно все-таки произойти в нас, когда мы испытали это блаженное состояние, когда мы приняли, вкусили, что благ Господь, когда мы поняли, что без Него мы ничего не можем, что должно происходить в нашей жизни. И апостол Павел отвечает, это вот в 22 стихе, уже в последней части, Он говорит, что называет нас святыми, непорочными и неповинными перед собой, если только пребудете твердой и непоколебимой в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Вот это состояние, которое Господь хочет, чтобы в нас было, когда мы испытали это примирение, оно должно производить какое-то действие в нашей жизни. Примирение произошло, чтобы изменить что-то внутри нас. И Бог не хочет, чтобы мы просто оставались в том же положении, как мы были до спасения, продолжали жить в греховной жизни, потому что как раз спасение включает эту часть освящения, которое меняет нас, и наши вот эти греховные привычки, мы должны их менять, чтобы мы не жили, как прежние, как когда мы жили до Христа. Братья и сестры, когда Иисус умер на кресте, и мы приняли Его верой, тогда Господь как бы образно стал смотреть на нас уже другими глазами. Он уже не смотрит на нас, как Он смотрел когда-то вот в 21 стихе, где сказано, мы были врагами, отчужденными и расположены к злым делам. Теперь Он смотрит на нас, как праведными, как святые, непорочные и неповинные. Какая-то благодать Божия, что всего лишь только один обмен произошел, и Господь теперь смотрит на нас совсем по-другому. Я хотел еще один текст прочитать, который тоже использует в это слово примирение. Также апостол Павел об этом пишет. Это 2 Коринфянам 5, 18 и немножко ниже. Апостол Павел здесь пять раз использует это слово примирение, и поэтому мы должны его обязательно прочитать, чтобы увидеть, какую красоту апостол Павел предлагает нам сегодня, возрожденным детям Божьим, которые пережили это, что это должно делать в нашей жизни. 2 Коринфянам 5, 18. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение, примирение. Вот оно, что когда мы испытали вот это блаженное состояние, Бог хочет, чтобы мы и другим рассказывали, что нет другого способа иметь мир с Богом, как только через Иисуса Христа. Почему? Потому что в Иисусе Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступления. Вот эти злые дела, которые были в 21 стихе, они уже не относятся к нам, потому что Господь смотрит на нас как святые, праведные, непорочные. И знаете, вот этот крик сердца апостола Павла был один всю его жизнь. Он всегда говорит вот эти слова в следующем стихе, где он говорит «примиритесь с Богом». Это самое важное желание его сердца было, апостола Павла, и всем, с кем он встречался, он всегда говорил «примиритесь с Богом». И сегодня и мы, как служителя, и как проповедники, и когда хористы поют, и любое служение, это приводит нас к этому состоянию, чтобы мы примирились с Богом, потому что самое важное то, что человек может сделать, самое важное решение, которое мы можем принять. И вот этот последний стих здесь сказано, «Ибо не знавшего греха он сделал за нас жертвой за грех, чтобы нам дать свою праведность, что мы сделались праведными перед Богом». Какой этот прекрасный святой обмен, о котором мы иногда поем эту прекрасную песню. Знаете, апостол Павел также в 23 стихе говорит, что есть опасность, и он также говорит, чтобы мы не усложняли вот это понятие о нашем спасении, чтобы мы не добавляли какие-то действия, которые нам нужно делать, чтобы мы не прибавляли какое-то законничество. Но он говорит, чтобы мы не отпали от надежды благоведствования, чтобы вот всегда во всей своей жизни мы помнили, что самое важное, что мы всегда спускались на этот низкий уровень у Голгофы, и помнили, что все начинается с того, что Господь полюбил нас, чтобы искупить нас, и мы не можем эту жизнь прожить свято, правильно, без него, без действия Святого Духа. Потому что апостол Павел, он говорит галатам, чтобы вы, потому что галатская церковь, она стала прибавлять законничество, он говорит, удивляйтесь, что вы так быстро от призвавшего благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Здесь апостол Павел говорит, что если только пребываете твердой и непоколебимой в вере, и это как раз проверяется на нашей практической жизни, изменяемся ли мы, или мы остались в прежнем состоянии, как Господь говорит в 21 стихе, что мы когда-то были врагами к злым делам, или теперь у нас проявляются добрые дела, которые не происходят от того, что я должен это делать, а потому что Господь работает во мне, и у меня есть эта возможность Ему послужить. И в заключение я хотел привести один пример, который меня очень затронул, когда я его слышал, потому что это относится, я думаю, к многим из нас здесь, это будет очень такой близкий пример. Это пример одного того, что случилось на стройке, на скафолдах уже много лет назад, но это было здесь, в Америке. Мы знаем, что когда рабочие работают, потом иногда приходит инженер, чтобы проверить, как все работает, как все работа идет. И когда-то случилось, что инженер залез на третий этаж, очень высокая часть скафолда, и как-то что-то он споткнулся и начал падать вниз. И он же не мог захватиться ничего, у него только была вот одна мгновение смерть или разбиться очень сильно. И вот случилось что-то очень невероятное. Вот прямо под этим местом, где он должен был упасть, стоял обычный простой рабочий, который делал какую-то работу, и у него было буквально несколько секунд принять какое-то решение. и он видит, что на него падает человек, и он мог отступить взад, чтобы себя спасти, или он мог взять, как бы укрепиться и принять удар этого человека на себя. И вот этот человек простой рабочий, он так и сделал, он принял этот удар человека на себя, он как бы даже пытался, может, его смягчить, и этот человек упал на него и очень сильно придавил его в землю, в бетон или в какой там была земля. И он встал, и ему как будто даже ничего не было, он чуть-чуть, может, поцарапался. А вот этот человек, на которого он упал, рабочий, он очень тяжело пострадал, и он переломал очень много костей в своем теле, и он даже позвоночник повредил, что он потом не мог работать. Он как-то еле-еле передвигался, когда все уже наладилось, но он уже никогда не мог выйти на работу, и он остался инвалидом. И потом проходит несколько лет, и у этого человека, который пострадал, спрашивают некоторые вопросы, и один из вопросов его спрашивает, «Ну, какое же все-таки у тебя отношение с тем человеком, которого ты спас, можно сказать?» И он говорит, «У меня самое хорошее отношение с ним. Он дал мне половину своего имения, он сделал меня наследником, часть наследника его бизнеса, и он постоянно исполняет все мои нужды, и он заботится, звонит мне и переживает о моем состоянии». И вот такой прекрасный пример, что почему этот инженер, который ничего не мог сделать в тот момент, он так ценил этого человека, потому что если бы не он, он бы разбился, и он бы, скорее всего, умер, но он ценил этого человека, потому что он сделал ему это добро, он как бы его спас, его жизнь. И знаете, это чем-то похоже в 23 стихе, где апостол Павел говорит, в самом конце он говорит, «Которого я, Павел, сделался служителем». Апостол Павел тоже был на пути, как этот инженер падал, так же и Павел, он падал в пропасть, он ничего не мог сделать, он думал, что он служит Богу, но Господь его остановил, Господь стал его спасителем, и апостол Павел не делает служение для того, чтобы как бы от какой-то нужды, он делает из любви, чтобы послужить своему Спасителю, так же, как этот инженер хотел послужить тому человеку, который спас его жизнь. Братья и сестры, Бог поступил с Иисусом так, как Он должен был поступить с нами для одной цели, для того, чтобы потом с нами поступить, так, как Он должен был поступить с Иисусом. И у нас это есть возможность сейчас. Давайте проверим свою жизнь, если мы так же ценим нашего Господа Иисуса Христа как этот инженер, который ценил того рабочего, который спас его жизнь. И мы можем обратиться к Господу в наших молитвах, поблагодарить Его, прославить Его за все. Слава Ему, за все нашему Господу. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.